Всем привет, друзья! Вы на канале Столица Мира. Меня зовут Толя, я живу в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. В этом видео продолжаю вам рассказывать про то, что едят американцы. И сегодня мы поговорим про, на мой взгляд, самый лучший фастфуд в США. Чипотли! Поехали! Хочешь самостоятельно поехать в Штаты, но думаешь, что не получишь визу? Сейчас самое лучшее время для подачи на американскую визу. Переходи по ссылке в описании и записывайся на мой онлайн интенсив, в ходе которого я буквально за руку проведу тебя по всем этапам получения визы. И в результате ты сможешь получить ее, даже если твои шансы сейчас низкие. Поспеши, цены скоро вырастут. Ну, конечно, с фастфудом я погорячился. Вообще, официально они себя причисляют к фасткэжуал. Да, фасткэжуал. В общем, это что-то среднее между фастфудом и более-менее адекватным заведением. В России, по-моему, к фасткэжуалу себя причисляет сеть теремок. Но это не точно. В этот раз решился, собственно, сам пройти до Чепотли, потому что вроде как солнце уже начинает садиться, а у нас днем просто невероятная жара. Под 40 градусов невозможно выходить на улицу. И сейчас более-менее нормально. Ну и, как видите, людей особо нету, потому что это деловой район. Здесь после пяти все пустеет. Чепотли – это сеть таких вот фасткэжуал заведений, которых насчитывается уже больше двух тысяч. Они работают в пяти странах – в США, Канаде, Великобритании, Франции и Германии. Это, по сути, такая массовая мексиканская еда для всех. Чтобы вы понимали, мексиканская еда в Америке – это как кавказская еда в России. Только в Лос-Анджелесе это возведено еще, знаете, такой в больший абсолют. Потому что в Лос-Анджелесе людей из Мексики, из Латинской Америки, которые говорят на испанском языке, а не на английском, больше, чем носители английского языка. Вот, поэтому здесь эта еда буквально на каждом шагу. Причем мексиканская еда здесь, она от как бы самого дешевого сегмента. Это ест, например, какие-то фудтраки, какие-то маленькие домашние заведения. И заканчивая там ресторанами высокого уровня, они вот, все вот, мексиканская еда представлена абсолютно во всех сегментах. И Чепотли – это такой, наверное, самый массовый сегмент, понятный для всех, для любого американца. Я его очень люблю, и он у меня такое, знаете, вызывает чувство ностальгии. Потому что, когда мы только сюда приехали, у нас не было особо много денег, мы еще особо здесь не зарабатывали, то я реально питался в Чепотли два раза в день. И поначалу это было очень круто, потом надоело мне, и я вообще перестал там питаться. Но вот иногда, скажу честно, захожу и, блин, получаю огромное удовольствие. Чепотли на языке индейцев-ацтеков – это название перца-халапени. Собственно, поэтому он изображен на логотипе сети Чепотли. Что же это значит и как это все выглядит со стороны обычного потребителя? То есть, ну вот, нас с вами. Вы заходите, заказ производится на кассе, и вы, когда подходите к кассе, то там вы видите на витрине много разных ингредиентов. И вы, по сути, любой вот из этих видов просто наполняете разными ингредиентами, как хотите, на ваш выбор. И поэтому из-за того, что можно выбрать разные виды мяса, по-разному это все миксовать, то получается просто бесчисленное количество разных типов блюд, которые вы можете себе взять в Чепотли. Ну все, мы взяли, в принципе, все виды еды, которые есть в Чепотли, и сейчас пойдем пробовать. Вышло, кстати, все примерно на 45 долларов. Относительно других сетей быстрого питания, Чепотли достаточно молодой. Ему в этом году всего лишь 25 лет, как мне. Появился он, значит, в 93-м году в Денвере, штат Колорадо. И, что удивительно, создал его вот этот вот парень. То есть, как видите, абсолютно белый американец, что очень вообще странно для такого типа еды. Но, как я и говорил, американцы безумные фанаты мексиканской кухни. И я, на самом деле, сначала терпеть ее не мог. Не мог понять вообще, как ее здесь люди едят. Но со временем, знаете, привыкаешь, так сказать, распробуешь этот вкус. И уже я честно не представляю, как можно жить в стране, где нет мексиканской кухни. То есть, все эти тако, буррито, настолько кисадили, настолько обычная такая еда, знаете, уличная, которую взял, поел. Она относительно невредная, если сравнивать там с гамбургерами. Ну, в общем, реально сложно представить теперь свою жизнь без мексиканской кухни. И наверняка вы это можете сказать по множеству американских фильмов и сериалов. Там очень часто люди едят мексиканскую еду. Вот в жизни все ровно то же самое. Так вот, Чапотли появился в 93-м году. В конце 90-х они активно расширялись, им нужны были инвестиции. И так вышло, что Макдональдс стал их главным инвестором. Макдональдс с, по-моему, 98-го по 2006-й год инвестировал в Чапотли больше 300 миллионов долларов. В 2006-м году из-за конфликта между руководством Чапотли и Макдональдсом, Макдональдс продал, ну, в общем, сейчас у Макдональдса нет акций Чапотли. И Чапотли это публичная компания, они торгуются на Нью-Йоркской бирже, по-моему. И в год они зарабатывают что-то около 2 миллиардов долларов, что ли, у них выручка за 2016-й год. В общем, они активно развиваются, очень себя хорошо чувствуют. И если вы будете в Америке, то обязательно сходите в Чапотли. Я думаю, что пройдет, там, не знаю, еще лет 60, и Чапотли будет таким же символом Америки, как и сейчас Макдональдс и бургеры. То есть я реально думаю, что будущее Америки, оно вообще за вот мексиканской едой, потому что это настолько здесь сейчас массово интегрировано, просто еще в сознании людей за пределами США. Да, такого нет, но здесь прям это очень сильно чувствуется, что мексиканская еда, она реально победила бургеры. Пока с вами тут общался, уже дошел до дома, пойдемте, сейчас будем пробовать все меню. Начинаем пробовать. Как я и говорил, вариаций очень много в Чапотли, поэтому я набрал как бы 4 вида блюд. Возможно, это выглядит не супераппетитно, но поверьте, на вкус это просто что-то бомбическое. Поэтому давайте пробовать. Как видите, блюдо гигантские. Итак, начнем с главной еды в Чапотли. Это буррито. Буррито, ну просто гигантский. Вы просто вот посмотрите на это. Я не знаю, он там с мою голову, но это дичь. То есть он реально огромный. Не знаю, как они его едят. Боюсь, что у нас буррито реально развалится. Давайте я его порежу. Мне кажется, это все равно не поможет, потому что, блин, он все равно огромный. То есть, видите, сложно различить внутренности. То есть, ну там явно виден рис, гуакамоле, мясо. Тут, по-моему, буррито со стейком. То есть с говядиной. Там есть на выбор курица, говядина. Есть говядина в разном. Там есть свинина. Есть даже тофу, обжаренное для вегетарианцев. В общем, на любой вкус. Я сюда положил белый рис, белую фасоль. С листья нарезанный салат. Говядину. Острую сальсу я сюда добавил. Также здесь у нас сметана. Гуакамоле. Сыр. Сыр натертый и сыр такой, знаете, кесо. То есть он вот, такой вот горячий сыр, плавленый. Его можно отдельно взять, но я его вот в буррито положил внутрь. Чуть-чуть островатый сейчас. Я бы его сделал менее островатый. Я не очень люблю острое. Но, то есть для любителей острого, вообще мексиканская кухня просто идеальна. У них практически все супер острое можно сделать. И буррито, как видите, он реально огромный. То есть вот, это вот половина буррито. Как, не знаю, как бикмак какой-нибудь по размеру. И, то есть это только одна половина. И буррито реально можно взять и есть целый день. К ней, по-моему, там полторы тысячи калорий, если я не ошибаюсь, может быть. В общем, дичь. А еще можно положить всего по две порции. Тогда он будет вообще гигантский. И вам даже буррито могут завернуть в две или даже в три тортильи. В общем, вещь для тех, кто реально хочет прикоснуться к мексиканской кухне. Вот буррито такая вот мексиканская, американская шаурма. Дальше у нас идет болл, но перед тем, как есть его, я откушу чуть-чуть кисадилия. Кисадилия это, по сути, тортилья, но там внутри сыр. Он такой, уже чуть-чуть подостывший. Вот, не могу его раскрыть. В общем, обычный такой лаваш из кукурузы. И внутри сыр расплавленный. Ну, поэтому, по сути, такая мексиканская хачапури с сыром. В чипоте это входит в детское меню. Не знаю почему. Многие берут просто так. Я не любитель, но, ну, то есть, тупо хлеб с сыром стоит недорого. Нормально для закуски. Или просто так, если не хотите особо есть. Но хочется чем-нибудь такого мексиканского перекусить. На любом мексиканском рынке ресторане вам будут подавать кисадилию вот такой вот с сыром. Поэтому, абсолютно стандартное для Америки блюдо. Болл, то есть, миска, это, по сути, тоже буррито. Только без, собственно, тортильи. То есть, без хлеба. Здесь все намешано. Тут я вижу гуакамоле. Кстати, вот по поводу гуакамоле. Вот я его взял еще отдельно, чтобы вам показать. Видите, такая зеленая вот масса. Что это такое? Это авокадо, который активно перемололи. Там также есть помидорки. Там есть перец. Там есть сок лайма. Соль. И еще что-то. Ну, в общем, здесь, в Америке, я не говорю про всю Америку, в Лос-Анджелесе, в Калифорнии, авокадо просто добавляют везде. Точнее, не авокадо, а именно гуакамоле. Его используют в салате. Его используют как штуку, чтобы там что-то туда макать. Его используют в разных блюдах. Вообще везде. Реально универсальная штука. И очень вкусно. Вот гуакамоле – это вкус Калифорнии. Прямо такой вот мексиканской Калифорнии для меня. Очень вкусная штука. Я его всегда, если иду в Чепотли, везде добавляю. Также здесь у нас нарезанный салат, курица, белый рис, немного перца, сальса неострая, и фасоль, сыр, и все. То есть, ну, обычная тема. Из-за того, что они накладывают реально много, то есть, видите, вот, блин, тут, ну, нереально много тоже его этого всего. Здесь, наверное, тоже около 1000 калорий. Этим можно наесться за раз, если вы осилите. Этим можно наесться в течение дня просто подъедая. В общем, такая очень сытная штука. И в основном, если я захожу в Чепотли, то я именно беру болл. Вы приходите там перемешивать, все это вот так вот мешать, все валится. То есть, я не знаю, в Чепотли невозможно сходить, чтобы не измазаться. Хоть вам и дают, конечно, куча приборов, но, блин, вы все равно измажетесь, у вас все выпадет. Я вот уже пришел, вот не успел разложить просто тут все для съемок. Все в кусочках еды, на полу уже все, придется сейчас убирать за собой. Перемешивайте, ешьте, очень классное сочетание этого всего. Можно сделать поострее, можно сделать для вегетарианцев, можно ингредиентов сделать поменьше. Я просто вообще тут всего сделал по максимуму. То есть, я просто разными сочетаниями, там где-то я взял белый рис, где-то коричневый рис, где-то белые бобы, где-то черные бобы. В общем, по-разному, где-то это все я миксанул, где-то я добавил остров, где-то нет. Но все по максимуму сделал. То есть, я в принципе везде использовал каждый ингредиент, который есть. Поэтому получается такая вот гигантская бандура. В целом можно пойти многих ингредиентов не брать и нормально наесть. А, еще, кстати, я забыл, по-моему, здесь есть кукуруза. Какая же мексиканская кухня без кукурузы? В отличие от всех американских фастфудов, в Чепотле вся еда, из-за того, что там очень много овощей и зелени, свежей, очень легкой пищи, то ощущается она сильно легче, чем еда в бургерных. Поэтому, когда ее ешь, нету лично у меня ощущения тяжести. Поэтому многие воспринимают Чепотли как такой, знаете, здоровый фастфуд. И предпочитают есть именно в нем, поэтому он так активно и развивается. В общем, это болл, имейте в виду. С виду похоже на болл, по сути, да, это то же самое, здесь только нету, по-моему, нету сметаны, что ли. Да, и здесь больше именно зелени. А если здесь больше зелени, то значит это у нас что? Значит это салат. Вот, здесь все в отличие, то есть здесь зелени чуть поменьше, здесь зелени побольше. Тут тоже галакамоле, тоже рис, сыр, бобы просто немного другого цвета. Ну, в общем, выглядит то же самое, я реально визуально может вообще никак не отличаться. Это уже свинина и оно поострее. Да, гигантская миска. Реально, можно есть целый день, очень вкусно. Просто имейте в виду, болл, меньше салата, салат, больше салата. Так, по размеру то же самое. Кстати, все довольно дешево, то есть в принципе можете взять буррито, вот взять все, то есть вы платите только за тип мяса. По-моему, курица стоит 7 долларов, все остальное мясо, свинина, галядина стоит по 8 долларов. Для вегетарианцев тофу оно стоит тоже 7 долларов. И значит все остальные ингредиенты, то есть рис, фасоль, сальса, перец, сметана, там все это включено в эту стоимость. То есть вы в принципе можете за 7, за 8 долларов, ну реально наесться, то есть просто вот наесться в хлам вообще. Но единственное, guac is always extra. Они всегда это говорят на кассе, когда вы просите добавить guacamole, они всегда говорят guac is extra. Вот, то есть guac стоит дополнительный доллар. Вот, и это уже даже такой стал своеобразным мемом здесь в Америке, guac is extra. Вы можете просто погуглить и найдете что-нибудь. В общем, это у нас салат. Дальше. Тако с говядиной. Тоже здесь много всего наложено. По сути, в тако, по-моему, чуть меньше калорий, потому что в каждую вот эту маленькую тортилью, ну, они кладут намного меньше ингредиентов, чем в тот же бол. То есть бол может быть вообще гигантским. То есть, ну, вот таким вот может быть. В тако много не положишь, поэтому вариант для тех, кто не может себя контролировать, берет все и сразу, и потом не может ничего съесть, объедается и все. Ну, вот они так выглядят. Боюсь рассыпать все. Ну, в общем, здесь черные бобы, говядина, белый рис, немного перца, сальсы, кукурузы. Вот, то есть я взял тут всего-чуть по чуть-чуть. На вкус, знаете, какие мини-буррито. Я раньше тако терпеть не мог. Не знаю почему. Первый раз, когда я пробовал тако, я вообще не понял, как это можно есть. В чем смысл этих маленьких лепешечек, из которых все валится, и как это можно есть. В итоге я за два года жизни в Лос-Анджелесе научился есть тако. И у меня теперь более-менее ничего не падает. Но в целом, как я говорю, мексиканская еда, все летит, все вываливается изо рта, из рук, вы все грязные, это нормально. Но настоящие мастера умеют есть тако, чтобы ничего не упало. Напитки. Как и везде, вы платите за стакан, по-моему, 2 доллара или доллар с чем-то, в зависимости от размера, и наливаете на автомате, что хотите, там много видов, там есть Coca-Cola, Sprite, есть Root Beer, всякого рода напитки, в общем, не пропадете, найдете, что выбрать. Или можно просто взять стакан воды, и вам дадут стакан совершенно бесплатно. Но многие этим пользуются, и в этот бесплатный стакан наливают себе вот эти вот напитки, которые типа платные. Не делайте так, это неэтично. На такой небольшой гарнир, закуску, у них есть чипсы. Ну, они это называют чипсы, а по факту это начис. Давайте-ка порву. Небольшая такая упаковка на одного человека, в сам раз. Это обычные кукурузные чипсы, которые очень-очень вкусно есть с гуакамоле и вот с этим вот горячим сыром, который в чипотле они называют по-испански кесо. Они очень вкусные, прям, не знаю, я их обожаю. Это такой вкус Мексики для меня. Сыр, он такой остренький, с перчиком, горячий. Гуакамоле отлично подходит как дип. Кстати, в Америке вообще чипсы принято есть не в сухую, а именно с каким-то дипом. Дип – это как некая такая вот густая смесь, как гуакамоле, в которую вы макаете. То есть дип – это глагола макать, то есть типа что-то макательное. И в магазинах всегда, там, где стойка чипсов, там всегда будут баночки с разными дипами, с разными вкусами. Поэтому тоже такая вот для вас деталь американских снеков, как они их поедают. Вот они используют всякого рода дипы. В общем, вот такие дела. Да, кажется, что мало, то есть всего там четыре вида еды. Буррито, салат, бол и такос. Ну и там, чипсы. Но внутренние ингредиенты можно миксовать по-разному. Можно что-то не класть, можно что-то наоборот класть в двойном размере. И получаются совершенно удивительные сочетания вкусов и вариаций поесть разных блюд в чипотле, ну их реально множество, не знаю, бесконечность. То есть можно сочетать все, что угодно. Да, я считаю, что это, наверное, самая здоровая альтернатива среди всех вообще фастфудов. Если у вас, не важно, не очень много денег, то есть за 7 долларов вы можете поесть, даже когда у вас есть деньги, вы куда-то спешите, не можете зайти в кафе, чтобы ждать, пока вам приготовят, принесут, чипотле, ну просто, мне кажется, идеально. Относительно здоровая, полезная, супер питательная, огромные порции, то есть, что еще вообще здесь можно ожелать? Очень вкусно, все продукты супер свежие, я реально не знаю альтернативы такой, и поэтому даже не знаю, вам там бизнес-идею, если вы там из Москвы, из Питера, из крупных городов в России, прям посмотрите на это, как на бизнес-идею, такую, прям откройте аналог чипотле, мы даже узнавали, хотели, может, открыть франшизу чипотле в Москве, но они не продают никаких франшиз, то есть, это только самому открывать, здесь в Америке много аналогов чипотле, просто чипотле, это лидер рынка, как только он открывается там в обеденные часы, нереальная очередь, вы можете прождать 20-30 минут в очередях, огромной популярностью пользуются, возможно, в России это также может зайти, потому что в начале 90-х никто не мог поверить, что суши могут, вообще японская кухня может прижиться в России, а сейчас, я уверен, в каком бы городе вы сейчас не сидели, у вас везде в торговых центрах, на разных пешеходных улицах полно разных суши-баров, так вот, почему бы не взять и не привезти в Россию мексиканскую еду, на мой взгляд, суперидея, может зайти, если вы это сделаете, возможно, заработаете свой первый миллион долларов именно на этом, поэтому дерзайте, вот такая бизнес-идея от меня, ставьте лайк, если вам понравилось, напишите вообще, как вам впечатление, хотели бы вы попробовать, пробовали ли вы вообще мексиканскую еду, подпишитесь на мой инстаграм, если хотите видеть больше подробностей из моей какой-то обыденной жизни в Лос-Анджелесе, не забудьте подписаться на канал, поделиться этим видео с друзьями и до новых встреч, пока! Субтитры подогнал «Симон»